приветствую вас на канале я евгений галыгин и сегодня мы немного порассуждаем о таком популярном продукте информационном как википедия но вообще тем очень интересные говорить о ней можно долго и усиленно но в данном случае я разделю такие аспекты потому что перемещу это видео как литературно то что википедии не книга но в общем название не слишком дает какое-то представление но о чем я хочу рассказать о том что использовать википедию в качестве учебника или книги на мой взгляд не целесообразно короче не стоит этого делать но на базе чего появилась вообще это мнение и немножко тут о такого плавном вхождении википедии в нашу жизнь в общем легко введя любое я решил выбрать какое-то определение более-менее простой который встречается что называется со школы вплоть доузов это электромагнитная индукция и оба популярных в снг браузера точнее не браузера поисковых систем и короче игра что гугл что яндекс первой же ссылкой нам выдает википедию ну и так происходит вообще по многим многим вопросам и грубо говоря википедия вполне себе стала таким этаким выручай приемом для школьников и студентов которые чего-нибудь сдают может быть я кстати название видео переделал что википедия не учебник и короче в чем проблема вот мы получаем типичный ответ википедии это у нас сразу же начинается определение и которая часто люди ограничиваются чтением как раз вот этой части даже не дальше что происходит в чем ошибка ошибка в том что википедия построена видео такой лапшичный принцип или модель лапши но то есть если говорить так более наверное модельно давайте чего-нибудь эдакая нарисую но совсем коротенько потому что рисование быстро не конек то есть вот исходное определение которое мы по сути говоря хотим найти и дальше мы переходим стрелочки все хорошо у нас было бы но у нас это определение само по себе содержит другие определения которые у нас уже идут давайте их синими так нет зелеными определение синими поскольку они идут как дополнительно конечно не всегда но в подавляющем большинстве вот у нас еще появились что происходит дальше а дальше у нас происходит та же самая цепочка то есть дальнейшее определение так верну сразу зеленый сно в каждом из них содержится еще может быть два тут я нарисую один то есть у нас еще другой третий уже так зеленые оставлю и у нас третий уровень определений то есть понятие через понятие и так далее так уже не меняется дала будем считать правую стрелку все еще фиолетая и короче говоря продолжая далее у нас получается зачастую такая длинная линия или две длинная лапша с одного определения и проблема в том что эти как раз определение то есть казалось бы ну чего тут плохого все нормально но проблема на мой взгляд в том что отсутствует в принципе вот эти горизонтальные связи то есть это лапша она не собирается какую-то хотя бы канву она остается лапшой длинные и по сути говоря за счет того что связь идет только в одну линию она довольно быстро разрушается самый простой пример когда человек сдает списал но это прочитал определение его так сразу про что давать электромагнитная электрическая поляризация в общем не самое простое понятие особенность человек не знает электромагнитной индукции он жмякает дальше и получает здесь слова себе дипольный момент где электрическая опять поляризация и горизонтальных связей по-прежнему никаких нет то есть проблема в том что знание или формат знаний википедии он не подразумевает горизонтальных связей это такая лапша который очень плохо садится в общем то оседает в памяти и поэтому при сдаче то есть вот это вот считывание определение как правило закапывает сдающим то есть банально если умеете хоть как-то задавать вопросы просто грубо говоря дайте вопрос по этим горизонтальным связям и чек поплывет или чуть-чуть ускорки проход по лапше где он в разветвлении тоже пропадет ну то есть тут я нарисовал одинаково но у нас по сути говоря разделение от этой самой лапши пойдет вот в такую вот примерно часть то есть она будет все шире и шире и больше чек здесь на очень быстро запутается при этом горизонтальной связи по-прежнему нигде не проскакивают и не подразумеваются то есть вот это вот минус ее идет а если взять какую-то книгу то есть обучающая заменю на учебник название то там горизонтальные связи рассмотрен то есть там идет редактура но то есть это на самом деле та разница если вы писали между тем что вы можете опубликовать цикл статей а можете какое-то цельное произведение то есть не обязательно литература это принципиальная разница это горизонтальной связи цикл статей сделать опубликовать в разы в разы легче и вдобавок либо очень слабо либо не требуется работа редактора вообще то есть не редактуры не выверенности не горизонтальных связей в этом случае практически не будет лучшем случае линейная такая который предоставляет википедия а если говорить уже о цельном произведении то там вам необходимо вычитывать чтобы у вас все это смотрелось как как то есть не одно про одно другое про другое чтобы действительно было что-то закончено и выполнен то есть работа или объем работ на создание горизонтальных связей очень большой поэтому на мой взгляд википедия не может являться заменой ни учебника ни книги вообще и при обучении то есть но единственно сразу в защиту как такой быстрый справочник она конечно хорошо подходит то есть особенно если ты знаешь не так чуть подзабыл то очень позволяет быстро как правило вспомнить но там очень много других на мой взгляд недостатков и я все-таки считаю что чрезмерно полагаются многие на знания википедии в частности и вообще интернета в общем и это тоже создает большое количество проблем и вдобавок еще уязвимость знаний человека то есть да многие разделяют то есть понимание знания и набор фактов ну то есть что-то разное но дело в том что какая-то база набор фактов у вас стандарте должен быть но это тоже вопрос только что можно посмотреть справочник зачем-то надо в целом и это имеет смысл то есть тут не настолько все быстро и лихо одно хорошо другое плохо но тут больше я именно постарался оставить вопросе связан непосредственно с википедией и ее применимостью в качестве такого учебника или книги благодарю за внимание просьба при желании свое мнение оставляйте в комментариях а я аргументируем такие ответы естественно стараюсь закреплять чтобы будущий зритель мог посмотреть и оценить мнение разных людей благодарю за внимание еще раз и счастливо